Добрый вечер. Здравствуйте. 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 Когда я первый раз услышал название команды Команда Фача, я все-таки так подумал, да, это круто. Да, это известно всем. В нашей знаменитой команде Команда Фача ничего не происходит. Мы готовимся очень усиленно. Усиленнее, чем когда-либо готовились. Мы будем готовиться, постараемся кого-нибудь удивить. Даже самих себя, если нас допустят до игры, будем приятно удивлены. Будь звукачем, это хорошо. Хорошо. Мы решили, мы поняли, что смешнее, чем было на фестивале, мы уже не сделаем, и решили показать фестиваль второй раз. Наверное, покажем второй раз визитку с фестиваля, куда деваться. Ну, такой вот, Команин должен быть все-таки смешным. Нам сказали, ребят, ну на фестивале было смешно, но мы подумали, куда уже смешнее, чем было на фестивале. Пора уже возвращаться к истокам, к фестивалю. Я не предполагал этого. Мы презираем спонтанную, такую экстренную подготовку, да, вот последние часы все дорабатывается. Мы за то, чтобы писать, пожалуй, за лет семь. Я финансовый директор, понимаете, вакансия капитана была уже занята, вакансия звукера тоже. Пришлось быть финансовым директором. Ну, тем более, это привлекательная должность, я вам скажу. Я был диджей на школьной дискотеке в 99-м году. Мне было тогда шесть лет. Мы рассказали секрет, вот к этому сезону, да, вот когда мы подготовились, мы писали семь лет. Вот, мне было тогда еще совсем ничего. Можно что-то будет про перестройку даже, какие-то шутки. Может быть, они потеряли какую-то актуальность свою. Допустим, мы будем обшучивать плеш Горбачева, его пятно на лбу или на голове. Но не знаю, для кого это будет актуально. Пожалуй, что для самого Михаила Горбачева и будет актуально. Но есть шутки всегда, вечные, да, вечные шутки. Будут и такие. Знаете, нарыть бабла и отдать бабла, собственно, так примитивно все звучит. Но это не так легко, как кажется. Вечные шутки, кстати, попадут в сборник вечных шуток от ДВ Лиги. Вот, такой вот сборник, кстати, я вам раскрою небольшой секрет. Такой сборник будет формироваться. Но, правда, он выйдет в 2050-м, и я надеюсь увидеть там пару своих шуток. Подготовка начинается... Подготовка уже началась давно. Вот, собственно, как мы тогда написали, семь лет назад. Я позвонил Сережу Карипанову по пальцу. Тогда еще не было мобильных телефонов, так, в обиходе. И сказал, Сережа, формируем сборник. Он сказал, все хорошо, Андрей Чук. Да, я отвечаю за звук команды Фача. И, наверное, с рождения был готов к этому. Вот я играл какое-то время в КВН, но потом я понял, что самое мое призвание – это быть звукачом. Я вообще считаю, что сборные воины станут чемпионами вот этого сезона. Вот, ну и команда КВН Гимназия хорошая. Мне нравятся самопишущие команды, которые берут и сами все делают. А Гимназия – это яркая представительность самопишущей команды, которая вот просто вот все берет, и вот видно, и самобытность в каждой капле юмора Гимназии. Очень люблю. На самом деле, искренне говорю, что очень люблю Гимназию, очень люблю то, что они делают. Их песни просто завораживают меня. Я сам подпеваю, даже задумался о том, чтобы как бы взять пару песен их к себе Фачу, вот их спеть наглым образом их. Но я не помню, что я говорил, я забываю. А пока будет ДВ Лига, 22-го числа приходите, все будет здорово, болейте за Фачу.